Сложение чисел Сложение число прибавить 9 Потренируем свои знания Задания устного счета Найдите значение выражений 14 уменьшить на 6 Получим 8 8 увеличить на 7 Получим 15 От 12 отнять 5 Получится 7 9 увеличить на 3 Получаем 12 Первое слагаемое 7 Второе слагаемое 4 Сумма будет равняться 11 Молодцы! Посмотрите на рисунок Сколько вишенок, сколько клубничек Скажите, каким действием Мы ответим на вопрос А сколько всего ягод на рисунке? Правильно! К 3 прибавим 7 Скажите, а как мы можем узнать Сколько на рисунке вишенок? Для этого мы От 10 отнимем 7 Как узнаем, сколько клубничек? От 10 отнимаем 3 А как узнаем, насколько клубничек больше, чем вишенок? От 7 отнимаем 3 Проверим знания вашей таблицы сложения 8 и 5 Это 13 9 и 6 Получаем 15 К 7 прибавить 6 Получим 13 К 8 прибавить 4 Будет 12 9 увеличить на 7 Получаем 16 И к 6 прибавить 5 Получим 11 Если я попрошу вас Найти значение этих сумм Ребята, вам было сложно Почему? Потому что мы еще это не изучали Значит, сегодня на уроке Мы с вами познакомимся Как к однозначному числу Прибавить 8 И прибавить 9 Посмотрите Сколько желтых кругов? 8 Сколько красных кругов? 8 Как к 8 прибавить 8? Для этого к желтым кругам Мы добавляем красных Два круга Чтобы 8 дополнить до 10 А потом еще добавим 6 Так как 8 это 2 и 6 Значит, к 8 прибавить 8 Получим 16 Как к 9 прибавим 8? К 9 желтым кругам Добавим 1 красный круг Чтобы 9 дополнить до 10 А потом еще 7 красных Так как 8 это 1 и 7 Значит, к 9 прибавим 8 Получим 17 Как к 9 прибавим 9? Для этого к 9 желтым кругам Мы добавим 1 красный Чтобы 9 дополнить до 10 А потом еще 8 Так как 9 это 1 и 8 Значит, к 9 прибавить 9 Получаем 18 Мы с вами изучили случаи сложения числа 8 и числа 9 Эти примеры вам нужно хорошо запомнить Проверим свои знания при решении задачи В баке машины было 9 литров бензина При заправке в бак залили еще 10 литров бензина На поездку в город израсходовано 10 литров бензина Сколько литров бензина осталось в баке? О чем говорится в задаче? О бензине Что в задаче обозначает число 9? Это было бензина Что обозначает число 10? Это залили еще бензина Что еще обозначает число 10 литров? Это израсходовано Какой вопрос задачи? Сколько литров бензина осталось в баке? Для составления краткого условия мы с вами возьмем опорные слова «было», «израсходовали», «осталось». Сможем ли мы сразу узнать, сколько литров бензина осталось в баке машины? Нет, не можем. Почему? Так как мы не знаем, сколько было всего бензина. А мы сможем узнать? Да, сможем. Для этого мы к 9 добавим 10 и получаем 19 литров бензина было в баке. Сколько израсходовали? 10. Когда мы знаем, сколько бензина было в баке, сколько израсходовали, теперь мы сможем узнать, сколько литров бензина осталось в баке? Да, сможем. Как? Для этого мы от 19 отнимем 10 и получим 9 литров бензина. Сформируем ответ. Осталось 9 литров бензина. Мы эту задачу решали одним действием или двумя? Двумя действиями. Значит, это задача простая или составная? Это задача составная. Решим еще задачу. Тыкву массой 6 килограммов нарезали на куски. Одна покупательница взяла 2 килограмма тыквы, а другая 1 килограмм. Сколько килограммов тыквы еще не продали? О чем говорится в задаче? В задаче говорится о тыкве. Что в задаче обозначает число 6? Это общая масса тыквы. Что в задаче обозначает 2 килограмма? Это купила первая покупательница. Что обозначает 1 килограмм? Это купила вторая покупательница. Что нужно узнать в задаче? Сколько килограммов тыквы еще не продано? Выберем главные слова в задаче. Было, взяли, осталось. Ребята, мы сможем с вами ответить сразу на поставленный вопрос задачи. Сколько килограммов тыквы еще продали? Нет, не сможем. Почему? Потому что мы не знаем, сколько всего взяли тыквы. А мы сможем узнать? Да, сможем. Для этого мы к двум добавим один. И узнаем, что 3 килограмма тыквы взяли покупательницы. Зная, сколько было тыквы, сколько взяли, теперь мы сможем ответить на вопрос задачи, сколько тыквы осталось? Да, сможем. Мы от 6 отнимем 3 и получаем 3 килограмма тыквы осталось. Формируем ответ. 3 килограмма тыквы не продано. Эту задачу, ребята, еще можно записать выражением. Смотрим на последнее действие. 6 у нас было известно в задаче, поэтому мы пишем его на первом месте. Отнимаем сумму чисел 2 и 1, так как число 3 у нас не было дано в условии задачи. И сумму обязательно берем в скобки. Получаем выражение с ответом 3 килограмма. Ребята, какие новые случаи сложения мы сегодня разбирали? Мы прибавляли число 8 и 9 к однозначным числам по частям. Вы сможете сами объяснить новые случаи сложения? Если сможете, то молодцы. Чтобы правильно сложить однозначные числа, запомните. Первое. Нужно разложить второе слагаемое на удобные слагаемые так, чтобы добавить первое слагаемое до 10, а затем прибавить к 10 второе удобное слагаемое. Чтобы сформировать хорошо свои вычислительные навыки, я вам рекомендую выполнить задания из учебника на страничке 71 под номером 1 и 5 и хорошо запомнить изученные случаи сложения. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня наш урок. Мы начнем с загадок. Отгадайте их, пожалуйста. Еще вчера здесь снег лежал, но вдруг растаял, побежал. Весны самый верный дружок, голубой веселый, ручеек. Молодцы! С каждым днем становится теплей, звенит-звенит вокруг копель. Утром к нам заглянуло в оконце такое теплое весеннее солнце. Он средь снега расцветает, с нами он весну встречает. От мороза прячется валежник, маленький цветок, подснежник. Сегодня понял я с утра. Ура! Закончилась зима. Далеко ушла метель, с крыши капает копель. Молодцы, ребята! Ребята, скажите, пожалуйста, а о чем были наши загадочки? Правильно, вы, наверное, догадались. О весне. Что происходит весной с природой? Природа оживает, расцветает. Солнце ярче светит, наступает копель, птицы прилетают. Сегодня на уроке мы познакомимся с новым разделом учебника «Литературное чтение». В этом разделе мы познакомимся с замечательными стихотворениями русских поэтов о природе. Мы научимся читать с выражением небольшие стихотворные произведения, выделяя голосом важные мысли и слова. А также мы будем учиться сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. Наблюдать, как меняется настроение поэта. Ребята, помните, очень важно научиться слушать стихи и их звучание. Откройте учебник на странице 64. Давайте прочтем текст и узнаем, с чем будем знакомиться в этом разделе. Догадался ли ты, какие произведения будешь читать в разделе с таким веселым, звучным названием? Об апреле. Верно, но не только о нем. Сейчас ты прочитаешь несколько стихотворений русских поэтов о природе. Каждый автор рассказывает об увиденном по-своему. Ребята, рассмотрите, пожалуйста, обложки книг. Прочитайте названия, назовите авторов. Итак, перед нами Константин Ушинский, «Лето», Евгения Благинина, «Мороз», «Плещеев», «Осенью». Первое произведение, с которым мы будем знакомиться, это произведение великого писателя Майкова Аполлона Николаевича. Майков Аполлон Николаевич родился 23 мая 1821 году в Москве в семье живописца, происходившего из старинного дворянского рода. Учился на юридическом факультете. Увлекался живописью, но позже посвятил свою жизнь поэзии. Многие стихи Майкова положены на музыку Чайковский, Римский, Корсаков и другие. Умер Аполлон Майков в 1897 году в Петербурге. Ребята, прежде чем мы приступим к чтению стихотворения, поработаем со словами. Прочтем следующие слова по слогам. Прим-ча-лась. Примчалась, что значит прибежала. Хмурься, хмурься, сурово, угрюмо или задумчиво морщит лицо, брови. Я прочту стихотворение, а вы послушайте внимательно. Аполлон Майков. Ребята, скажите, пожалуйста, какое настроение вызывает у вас это стихотворение? Верно, радостное. А о ком данное стихотворение? Конечно же, о ласточке. Откуда прилетела ласточка? Верно, из-за бела моря. Найдите и прочтите песенку ласточки. Как февраль не злися, как ты, март, не хмурься. Будь хоть снег, хоть дождик, всю весною пахнет. Что услышал Аполлон Майков в пении ласточек? Как вы думаете, ребята? Ну, конечно же, он услышал вызов холодным месяцам от ласточки. Я рекомендую вам прочитать это стихотворение еще раз выразительно. Давайте обратим внимание, кто автор следующего стихотворения. Алексей Плещеев. Алексей Николаевич Плещеев – русский писатель, поэт, переводчик, литературный и театральный критик. Сегодня мы познакомимся со стихотворением Алексея Плещеева, которое называется «Сельская песенка». Послушайте, пожалуйста. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною синий к нам летит, с нею солнце краше и весна милей. Прощебечь с дороги, нам привет скорей. Дам тебе я зерен, а ты песню спой, что из стран далеких принесла с собой. Ребята, о ком это стихотворение? Конечно, тоже о ласточке. Объясним значение следующих слов. Сене – прихожая в избе. Краше – красивее. Милей – больше всего нравится. Ребята, а какое настроение передает автор в этом стихотворении? Конечно же, тоже веселое и радостное. Как вы думаете, нравится ли весна поэту? Конечно, очень нравится. Какие слова говорят о том, что поэт радуется приходу весны? Давайте прочтем. С нею солнце краше и весна милей. Прощебечь с дороги, нам привет скорей. Ребята, прочитайте данное стихотворение своим родителям. А сейчас я для вас приготовила еще одну загадку. Послушайте. Самый первый, самый тонкий, есть цветок с названием «Нежник». Как при редко пели звонкой, называется «Подснежник». Правильно, этот цветок относится к первоцветам. Ребята, а что такое первоцветы? Еще не везде растаял снег, а уже появляются первые весенние цветы. Первые цветы, появляющиеся ранней весной, называют первоцветы. К первоцветам относятся подснежники, ландыши, крокус, сцила и многие другие растения. На странице 66 мы познакомимся с еще одним стихотворением Аполлона Майкова, которое называется «Весна». Прочтем его. Ребята, в данном стихотворении есть слово «грезы». Это значит «мечты». О каком растении рассказал нам поэт? Верно, о подснежнике. А с каким чувством поэт писал о подснежнике? С нежностью, с любовью. Как автор называет этот цветок? Давайте прочтем. Голубенький, чистый, подснежник, цветок. Какое слово помогает представить последний снежок в стихотворении «Весна»? «Сквазистый». А как вы понимаете значение данного слова? Что значит «сквазистый снежок»? Верно, ребята, это значит «рыхлый снег». Прочитайте это стихотворение выразительно. Итак, подведем итоги нашего урока. Как называется третий раздел учебника? Верно, апрель, апрель, звенит капель. Стихотворение каких авторов мы прочитали? Сегодня мы с вами прочитали стихотворение Аполлона Майкова «Ласточка. Весна» и Алексея Плещеева «Сельская песенка». Рекомендую понравившееся стихотворение выучить наизусть. Урок окончен. Спасибо за внимание. Добрый день, дорогие ребята! Придумано кем-то просто и мудро. При встрече здороваться. Доброе утро! Доброе утро солнцу и птицам. Доброе утро улыбчивым лицам. Доброе утро вам, ребята! Вам сегодня оно действительно доброе, ведь вы пришли учиться. Посмотрите, ребята, к вам пришло письмо. Оно пришло от Майдадыра из стихотворения Корнея Ивановича Чуковского. Дорогие наши дети, я пишу вам письмецо. Я прошу вас, мойте чаще ваше уши и лицо. Все равно, какой водою кипяченой, ключевою. Из реки или с колодца, или просто дождевой. Утром, вечером и днем нужно мыться непременно. Перед каждой едой, после сна и перед сном, Тритесь губкой и мочалкой, потерпите, не беда. И чернила, и варенье смоют мыло и вода. Дорогие мои дети, очень-очень вас прошу, Мойтесь чаще, мойтесь чаще. Я грязнуль не выношу, не поеду в гости к ним. Сам я моюсь очень часто. До свидания. Думаю, что вы уже догадались, Что говорить мы сегодня будем о том, Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Это и будет тема сегодняшнего нашего урока. Сегодня на уроке мы как раз поговорим о том, Важно это или нет. Везде должна быть чистота, И о том, что нужно мыть руки и чистить зубы. А в конце урока мы с вами составим правила личной гигиены. То есть, как ухаживать за своим телом. Что может случиться, если не умываться и не мыть руки? Правильно, ребята. Если вы сядете кушать или ляжете спать с грязными руками, То сами знаете, что занесете грязь, микробы, бактерии. А если грязь с кожи рук попадет в глаза, То они могут воспаляться. Такое заболевание называется конъюнктивит. А еще у деток могут болеть животы. Болезнь немытых рук называется дизентерия. Посмотрите, ребята, у нас гость. Вы, конечно, догадались, что это доктор Айболит. Он пришел к нам на урок и хочет посмотреть и послушать, Что вы знаете о здоровье. Давайте отгадаем его загадки. На красной жердочке сидят белые курочки. Догадались? Это зубки. Костяная спинка – жесткая щетинка. С мятной пастой дружит, нам усердно служит. Эта щетка гладко и душиста, моет очень чисто. Нужно, чтобы у каждого было. Что это, ребята? Ребята, мыло. На себя я труд беру, Пятки, локти с мылом тру И коленки оттираю, Ничего не забываю. Мочалка, ребята. Вытираю, я стараюсь. После баньки паренька Все намокло, все измялось, Нет сухого уголка. Посмотрите, ребята, это полотенце. Молодцы, ребята, вы правильно отгадали загадки. Давайте вместе с вами поиграем. Отгадайте, кто с кем дружит. Нос дружит с платочком, Обувь дружит со щеткой, Ручки дружат с ножничками, Голосы дружат с расческой, Зубки дружат со щеткой, А вы дружите со щеткой? А вы знаете, ребята, Сколько раз в день нужно чистить зубы? Конечно, вы правы. Два раза в день. Утром и вечером. А вы знаете, как это делать правильно? Давайте с вами посмотрим. Вначале чистятся наружные поверхности зубов, Потом внутренние, Потом поверхность передних зубов, Позже жевательная поверхность зубов, Еще позже делается массаж десен, Ну и в конце чистится наш язычок, Потому что там тоже скапливаются микробы. Посмотрите, ребята, Что полезно для зубов, А что вредно. Эти продукты есть полезно, А это для зубов вредно. Вредно грызть карандаши, Вредно грызть зубами орехи, Очень вредно есть очень холодное мороженое, Или пить горячий чай. А еще вреднее, когда вы кушаете много конфет, Их нужно есть как можно меньше. А что делать, если зубки заболели? Конечно, нужно идти к врачу. Врач, который лечит зубы, Называется стоматолог. У вас, ребята, сейчас у многих Уже выпали зубки. Но вы не пугайтесь, Это не так страшно. Они еще не заболели. Просто у нас есть два вида зубов. Молочные и постоянные. Молочные зубки растут у нас с самого детства. И чуть позже выпадают. На их смену начинают расти постоянные. И вот они уже даются нам на всю жизнь. Давайте посмотрим на наши ручки. У нас на ручках есть кожа. Как вы, ребята, думаете, Она пачкается? Конечно, пачкается. А когда нужно мыть руки? Посмотрите, ребята. Руки нужно мыть перед едой. Руки нужно мыть после посещения туалета. Тогда, когда мы трогаем домашних животных. Когда мы играем на улице. И тогда, когда занимаемся спортом Или играем игрушкой. Ребята, а скажите, Сколько раз нужно мыть руки? Вы, наверное, догадались. Нет определенного количества раз. Нужно мыть руки. Руки нужно мыть тогда, Когда в этом есть необходимость. Ведь мы же не следим за собой каждую минуточку. Что-то сделали? Помыли ручки. Следите за этим, ребята. Это очень важно для вашего здоровья. Посмотрите, как их правильно мыть. На схеме показано, Что, зачем идет. В начале мы мочим руки. Потом их намыливаем. После этого хорошо-хорошо Растираем мыло на руках. По обоим поверхностям. Внутренней и внешней. После этого смываем мыло. И обязательно протираем ручки Хорошо полотенцем. Чтобы они стали сухими. Посмотрите, ребята. Какие предметы нужны нам для чистки зубов, А какие для мытья рук. Вы, конечно, догадались. Щетка и зубная паста нужны для чистки зубов. А мыло и полотенце для того, Чтобы мыть руки. Ребята, Майдадыр приготовил вам свои советы. Посмотрите на экран и запомните их. Правила личной гигиены. Руки нужно мыть всегда. Умывать лицо нужно очень часто. Особенно по утрам и вечерам. Чистите зубы два раза в день. Утром и вечером. Мойте голову. Волосы держите в чистоте. Конечно, нужно волосы расчесывать. Волосы должны лежать в порядке. Ну и, конечно, ногти должны быть острижены. Потому что под ними тоже могут скапливаться микробы. Дома, ребята, вы поработаете еще раз над этой темой. И я уверена, усвоите самое главное правило человека. Чистота – залог здоровья. До новых встреч, ребята! Редактор субтитров А.Семкин